Привет всем! Сегодня я не один, а с дочкой Сашей, большой любительницей музыки Дэвида Боуви. Собственно говоря, я сам любитель музыки Дэвида Боуви. Саша будет рассказывать. Сегодня мы с вами поговорим не только о Берлинской трилогии, о которой говорили уже просто все люди, кто любит музыку Дэвида Боуви. В принципе, единственное, что мы скажем, вдруг кто-нибудь не знает, Берлинская трилогия — это один из самых известных музыкальных периодов Дэвида Боуви. В него включаются три альбома. Это Лоу, вот он красивый такой, Лоджер и Хироуз. Вот он Хироуз, главный. Я, в принципе, считаю, что главный альбом из берлинской трилогии всё-таки Хироуз, потому что он был единственный, который был записан именно в Берлине, а всё остальное было уже дозаписано или, в принципе, уже с самого начала, сделано в Соединённых Штатах, в Англии и так далее, и так далее. Вот. Но сегодня немножечко не об этом. Мы поговорим о виниловой пластинке, которая включает в себя саундтреки из фильма «Кристиана Ф». Или, если говорим мы полное название, «Мы дети со станции Зоосад», «Зо», как хотите произносить, потому что на самом деле, сколько я не смотрела этот фильм, каждый раз название пишется в России по-разному. В общем, небольшое предусловие, потому что без него мы не сможем говорить дальше в этой пластинке, что это вообще за фильм и при чём здесь Дэвид Боуэй. Может быть, кто-то не знает, а если кто знает, тебе большие молодцы. Это фильм, который был снят в 1981 году, в принципе, эта пластинка вышла в то же время, и Дэвид Боуэй выступает там в роли Камео, то есть это человек, который играет сам себя. Да. Фильм очень похож, на самом деле, на все фильмы про наркотические зависимости, то есть если вы смотрели «Рэкфим по мечте», «Дневник баскетболиста» и вот подобную такую вот историю, этот фильм вам не покажется каким-то очень тяжёлым, страшным, но на самом деле он очень сильно достоин внимания, и я часто на самом деле удивляюсь, что о нём мало кто знает. Это фильм, который основан на реальных событиях, то есть действительно происходила такая история. Вот на задней обложке здесь кадры из фильма, вот девочка, главная героиня, ей 14 лет, и, к сожалению, она начала колоться героиня. Она болела, она болела, а если вот по-взрослому, то я так и сказала, чуть выше. Вот, и в фильме рассказывается её история, как она начала и как, в принципе, закончила. И Дэвид Боуэй не случайно, на самом деле, оказался в этом фильме, так как вы, наверное, знаете, что Боуэй ездил в Берлин со своим товарищем Маггипопом для того, чтобы избавиться вот как раз-таки от наркотической зависимости. И в целом могу сказать, что это очень неплохая метафора, что Боуэй играет в фильме про наркотическую зависимость в Берлине, в столице Германии в тот момент. В столице всего вообще, там жизнь била ключом в Берлине в то время, и Берлин был центр искусства, центр контр-культуры, всего прогрессивного, всего нового, всего интересного. А девочка, главная героиня, кстати говоря, здесь, она живёт в районе Нойкёльн. В районе Нойкёльн жил также Эдгар Фрёс из группы Tangerine Dream, основатель группы Tangerine Dream, как вы знаете, да? И музыка Tangerine Dream оказала огромное влияние на музыку Дэвида Боуэй того периода, в частности на Heroes, на Лоу, все эти инструментальные длинные композиции, они, в общем-то, отчасти под влиянием Tangerine Dream и Эдгара Фрёса, который жил, как я говорил, в районе Нойкёльн. Да, вот, и сама пластинка имеет только один диск, вот, как выглядит всё это дело внутри, то есть просто описание песен и портрет прекрасной героини, актрисы, вот. Что касается того, что он в себя включает? Он включает в себя как раз-таки берлинскую трилогию, но ещё с приветом от Station to Station альбома, и я считаю, что то, что сюда добавили Station to Station, это правильное решение, потому что как раз-таки мы вчера с папой говорили, что Station to Station это такой предвестник берлинской трилогии, где Боуэй вот в этом во всём, как он выходит из всего этого наркотического трипа. Station to Station это очень наркотический альбом. Да, да, то есть как вот этот переход, грубо говоря. Вот, давайте поговорим о том, что здесь есть. Приветствует нас альбом песни из альбома Heroes, Виту Шнайдер. Это, кстати, одна из моих любимых вообще композиций в альбоме Heroes. Могу сказать, что песня как раз-таки включает в себя какое-то приветствие определённое, потому что в самом начале, возможно, вы слышали поезд, который едет, гудит, вот. Это берлинское метро. Это вот берлинское метро, потому что метро Берлина, оно не только подземное, но и надземное. И как раз-таки в фильме первый саундтрек, который звучит, это Виту Шнайдер. Ну, там, буквально первые пять минут фильма вы увидите панораму берлинского метро. Оно у нас как раз-таки надземное. И вот как раз-таки играет этот саундтрек. В общем, прекрасно, мне кажется, влился данная композиция в фильм. И, в принципе, я считаю, что очень здорово, что она звучит первая в этом альбоме, будто бы приветствуя слушателя, который в дальнейшем будет слушать довольно тяжёлые произведения. Следующая композиция — это TVC One Five из альбома Station to Station. Вот того самого наркотического альбома. Да. Да. Прекрасного, изумительного. Вообще, я считаю, что про альбом Station to Station нужно говорить отдельно, потому что он очень сложный. Может быть, слушателю может показаться, например, как мне, на первый взгляд, что это довольно лёгкий альбом, но на итоге оказывается, что всё совсем не так просто. И для меня, в принципе, весь Station to Station, он единый. То есть там нету какого-то у меня чёткого разделения песен. И вот то же самое я могу сказать про TVC One Five. Хотя подчеркну, что они все звучат очень по-разному, но в них есть какая-то единая идея и единая мысль. Вот. TVC One Five, она такая же довольно... Весёленькая. Весёленькая, но при этом очень сложненькая. В общем, честно сказать, не очень её помню в фильме, потому что все какие-то такие главные основные саундтреки звучали в первой части. Но, скорее всего, TVC One Five звучал где-нибудь там вот в очередном наркотическом её трипе. Вот. Но мы поговорим отдельно о ней чуть позже, в следующем видео. Следующая композиция, главная. Heroes. Heroes, которая является вообще гимном, мне кажется, Берлине. И эта композиция одна вообще из лучших произведений Боуи за всю его карьеру. Heroes. Но всё не так просто. Этот альбом уникален чем, на самом деле? Вы услышите не только всем известную оригинальную версию, вы услышите немецкую версию данной песни. На самом деле Боуи сделал неплохой коммерческий ход. Я, кстати, тоже была очень удивлена, что об этом мало кто знает. Было всего три версии песни Heroes. Это оригинальная, то есть английская, немецкая и ещё и французская. По поводу французской могу сказать, что мне она абсолютно не понравилась. Мне кажется, что французский текст абсолютно не накладывается на мелодию, которая звучит. И, в общем, получается какая-то для меня личная билиберда. Но, возможно, у вас, кто слушал, всё наоборот, и вы мне скажете, Саша, иди-ка ты подальше вообще отсюда, потому что мне очень нравится. Ну, на вкус и цвет, как говорится. Но вот такие же вещи я не могу сказать про немецкую версию. Мне вообще периодами кажется, что немецкая версия звучит в два раза лучше, чем оригинальная. Потому что вот этот жёсткий немецкий язык, как мне кажется, как раз-таки идеально ложится на всю эту мелодию. Вот. И кто не слушал, обязательно послушайте и французскую версию, и немецкую, и вот напишите, какая вам больше всего понравилась. Может, вы вообще скажете, что и та, и другая плохая. Вот оригинальная, самая лучшая. А самая лучшая версия группы Motorhead. Возможно. Со столько сейчас версий песни Heroes я уже переслушала в нашем уже веке, 21-м. И, честно сказать, всё очень плохо. Вот. Это из какого-то гениального произведения превращается в какую-то невероятную попсу, которую слушать невозможно. Да, потому что Motorhead ужасно тоже сделали. Heroes чудовищно вообще. Мне кажется, все, кто делали Heroes, у них всё было очень плохо. Что касается самой песни Heroes, на самом деле она была очень-очень забавно написана. То есть, звукозаписывающая студия, в которой работал Дэвид Боуи, окна этой звукозаписывающей студии выходили на берлинскую стену. И ходит такая легенда, что пока они записывали альбом Heroes, они увидели целующуюся пару, которая стоит около берлинской стены, целуется. И, в общем, вот таким вот образом зародилась эта песня. Не подумайте, что это какая-то история любви Дэвида Боуи. Нет, совершенно нет. Он просто вот либо её сам придумал, либо действительно её где-то увидел. Вот. Но мы также вчера вот с папой говорили, что нам кажется, что именно в песне Heroes и в целом вообще в этом во всём альбоме Боуи по-настоящему открылся для слушателя, потому что всё, что было до, это всё-таки был его образ. Это были маски. Это были маски, то Зиги Старда, то потом вот у нас, когда пошла эпоха Young Americans, это всё-таки тоже, мне кажется, было такое немножечко, такая интерпретация Дэвида Боуи. А настоящий Дэвид Боуи появился уже тогда, когда мы все услышали берлинскую трилогию. Ну да, и он честно спел, что We can be heroes just for one day. Да, можем быть. Героями хотя бы на один день. А что будет дальше, неизвестно, и судьба рок-звёзд, она чревата всякими приключениями. Ты можешь быть героем сегодня, а завтра ты уже никто. Никем. И Боуи прекрасно отдался ей в этом отчёт. В общем, замечательная композиция. Я думаю, все зрители Папиного канала слушали и не раз эту песню, и поэтому рекомендовать её вам к прослушиванию будет даже как-то нелепо. Следующая композиция из, мне кажется, самого недооценённого альбома берлинской трилогии, Lodger, потому что очень часто я слышу многочисленные рецензии по поводу альбома Low. Очень часто люди хвалят альбом Heroes, но почему-то о Lodger говорят меньше всего. Вот он, Лоджер. Хотя по звучанию, мне кажется, он самый энергичный. Вот посмотрите на оформление обложки, насколько она очень интересная, потому что все другие... Они тоже красивые. Боуи, могу сказать, в принципе, что все обложки довольно интересные, но это, на мой взгляд, одна из лучших его вообще обложек. Boys Keep Swimming. В принципе, как мы говорили выше, очень энергичная песня, очень мелодичная, что на самом деле редкостно было на тот момент для Боуи, потому что это всегда у него какой-то был такой легкий психодел во всем, а здесь вот какой-то такой... Boys Keep Swimming. Очень, на мой взгляд, простая мелодия, очень заряжающая. В принципе, весь альбом Lodger для меня он такой, то есть чего стоит одна песня African Night Flight, которая такая... То есть бит всего альбома довольно-таки простой, то есть он такой... Вот, и для меня, на самом деле, это было большим открытием, потому что у Боуи обычно очень такие разные мелодии, они меняются просто там каждую минуту, а здесь вот обычный бит. Вот, и Boys Keep Swimming как раз-таки входит вот в эту, во всю историю. Sense of Doubt. Это вообще такая история. Мрак. Отдельная. Страшный мрак. Альбом Heroes. Всё тот же. На самом деле, если вы бывали в Берлине, вы, наверное, замечали, что с одной стороны город потрясающий, очень красивый и вообще прекрасно переделанный после Второй мировой войны и после разделения ГДР и ФРГ, но, как говорится, зайдёшь немножко не туда, видишь тоже что-то не то. И вот как раз-таки об этом и песня Sense of Doubt. То есть это... Это не песня, вы должны понимать. Это просто музыкальная... Инструментальная композиция. Инструментальная композиция. Мрачная. Инструментальное произведение, да. В общем, на самом деле, как бы просто так её слушать, то есть, я не знаю, у вас там прекрасное настроение, вы бодры и веселы решили послушать альбом Heroes и слушать Sense of Doubt. Я сомневаюсь, что вам очень понравится. Но на самом деле, Sense of Doubt надо слушать вместе с инструментальным произведением Мосгарден. Оно идёт сразу же после как раз-таки Sense of Doubt. И вот такой вот происходит огромный контраст. То есть, какой-то страшный, пугающий, очень тревожный Берлин. Вот пролетаем там над облачками, и мы попадаем в райский какой-то сад. Ну, в принципе, он так и называется. Мосгарден, где вы слышите просто невероятные, чарующие звуки как раз-таки вот райского сада какого-то. Но это на альбоме Heroes, потому что здесь его нет. Да, здесь Мосгарден нет. Но вот если мы говорим как раз-таки о саундтреках, то Sense of Doubt потрясающе вписался в... Потрясающе вписался в фильм Кристиана Эф, потому что вот весь этот ужас, мрак, вот эти пьянки, наркотические истории. Да, потому что «Дети со станции Zoo» называется тоже иногда этот фильм. А Zoo – это зоопарк, да? Напротив зоопарка находится вокзал в Берлине. Это вообще самый центр Берлина. Это рядом с Курфюрстендам, Кудам он же, да? Одна автобусная остановка. И прекрасный зоопарк, роскошный, замечательный, изумительно огромный. И через площадь от него вокзал. Который сейчас выглядит просто невероятно. Тоже красивый. А тогда это был просто центр сутенёрства, центр наркологии. В общем, всего просто на свете. И там дети собирались. И там, да, это вот место встречи изменить нельзя, как говорится. И Sense of Doubt невероятно просто. Вот, описал всю эту душерездирающую картину. Итак, переворачиваем пластинку, и нас встречает та самая Station to Station, которая идёт, по-моему, чуть ли не 7 минут. На самом деле Station to Station довольно... Я считаю, что я немножечко поверхностно ощущаю данную композицию, потому что, может быть, сейчас кто-нибудь там напишет нам невероятную историю, что в реальности означает эта песня. Потому что для меня она вот такая, какая она есть. Вот из станции к станции. То есть едет поезд, сначала какая-то такая медленная-медленная история, очень долгий проигрыш, потом медленно... То есть вот это вот всё. А потом резко будто бы поезд разгоняется, и у окна начинает нам видеться прекрасный пейзаж в виде кор. То есть вот помните, наверное, там... Вот, то есть песня, которая всё время... Она нарастающая. Она ускоряется. Она ускоряется, да. И, в принципе, если мы вот возьмём немножко так интересно, что композиция самой этой песни, она вот идёт с таким нарастанием. И это очень интересно и очень, на самом деле, классно слушать, потому что это не просто песня с одной мелодией, она вот как раз-таки идёт вот так, и следует какие-то эмоции от прослушивания, и они тоже... Ну, они нарастают. Вот. Поэтому очень я её люблю. И, кстати, именно вот эту песню Station to Station Боуэй пел в этом фильме, он её пел вживую. Ну, вживую, как вы понимаете. Вот. И главная героиня, она попала на концерт Дэвида Боуэй, вот так вот смотрит в первом ряду на него, как он там поёт эту прекрасную песню. Вот. В общем, если вы захотите посмотреть этот фильм, услышите лайв-версию Station to Station. Следующая песня из того самого альбома, о котором мы так много говорили уже сегодня, альбом Lodger, Look Back in Danger. Вообще, одна из моих самых любимых композиций из альбома. Мне очень нравится её такое резкое вступление, вот это... Оглянись во гневе. Да, оглянись во гневе. И припев тоже замечательный, там вот... You know who I am, he said. The speaker was an angel. An angel, а не angel. А, извините. Angel. Ну вот, видите, не самый ядерный фанат. Ты знаешь, кто я такой? Вот. А это был ангел. Это был ангел. Вот. В общем, песня очень такая же динамичная, очень яркая и, в принципе, бодрящая даже в какой-то степени. Вот если вы, например, будете куда-то опаздывать, обязательно включите Look Back in Danger, потому что вы просто полетите куда-то. Вот. Так что очень её люблю. И, в принципе, очень люблю альбом Lodger. Надеюсь, что мы отдельно с вами о нём обязательно поговорим. Я тоже. Да. Следующая композиция, это... Снова мы возвращаемся к Station to Station. Как видите, в этом сборнике саундтреков всё-таки скажу я так. Очень много альбома Station to Station. Ну и не зря, я считаю. Я считаю, что люди должны чаще слушать Station to Station. Да. Композиция Stay. Вчера тоже говорили об этом с папой. Мне кажется, что Stay это такие вот... Это такая композиция с мимолетным прошлым а-ля Young Americans. То есть, если вы помните, как звучит песня Stay, она чем-то мне напоминает как раз-таки вот этот альбом. Вот эти вокальные такие вот хоры. И вот, не знаю, в принципе, стилистически мне очень напоминает песню Stay, Young Americans. Может быть, я чем-то не права, но для меня это лично так. Ну, трудно было оторваться от Young Americans. Ну, конечно, такой популярный и удачный альбом у Боуи. Вот. Поэтому Stay для меня, мне кажется, самая такая бодрящая и напоминающая о той самой очень тяжёлой, на самом деле, эпохе Дэвида Боуи. Следующая и последняя композиция в альбоме – Варшава. Прекрасная Польша из альбома Low. Я скажу честно, признаюсь вам, дорогие друзья, из берлинской трилогии альбом Low пока что для меня является не самым любимым. К сожалению, я его не очень поняла. Неосознанно. Ещё неосознанно, скажем так, я его слушала, хотя Боуи я слушаю уже на протяжении 4-5 лет, наверное. Мы даже были в Берлине в районе Шоннеберг, дома, где Боуи снимал квартиру. С эгип-попом попрошу. Но, к сожалению, про альбом Low я могу сказать намного меньше, нежели про вышеупомянутые песни. Поэтому передаю слово моему отцу, который, я думаю, прекрасно всё вам расскажет. Мы потом про Low поговорим отдельно, да. Альбом Heroes тут так и написано, что он был записан в студии Hansa by the Wall, Берлин. Судия Hansa у стены. И, соответственно, она выходила окнами на берлинскую стену. Это довольно страшное зрелище, на самом деле. На самом деле, ничего романтичного в этой стене не было. Очень гнетущее, мрачное и тяжёлое, да. И Дэвид Боуи, Брайан Ино, Роберт Фрипп, Джордж Муррей, Деннис Дэвис, Карлос Аламар. Записали этот удивительный альбом, который, наверное, один, не скажу, самый лучший, но один из самых лучших у Боуи. Это точно, абсолютно. Поэтому всем рекомендую. О нём вообще отдельно поговорим. Обязательно поговорим, да, о самой пластинке Heroes, потому что она невероятная. И там мы пропустили, к сожалению, просто потрясающие песни, как Beauty and the Beast, Joy the Lion, которые очень-очень достойны внимания. Что касается этого, подытожим наш сегодняшний рассказ. Тем, что, например, если вы увидите какого-нибудь начинающего слушателя Боуи, не думайте и просто давайте ему эту пластинку. То есть он послушает, он услышит аж четыре альбома вместе, на самом деле. И как бы для знакомства я считаю, что это супер, потому что как раз-таки с него где-то в лет 15-16 я и начинала. То есть я послушала берлинскую трилогию плюс Station to Station, мне очень понравилось. И после этого я уже начала изучать его другие альбомы, и, следовательно, другие его эпохи. Вот, поэтому крайне рекомендую. И, в принципе, помимо этого рекомендую посмотреть фильм, потому что он тоже очень хороший. Можно ещё что про него сказать, что это был дебют немецкого режиссёра, и дебют у него получился удачнейший, я считаю. Фильм был очень популярен, особенно у подростков, в чём я не очень... вот этот факт я не очень понимаю, потому что его подросткам довольно сложно смотреть. Но Дэвид Боуи там просто невероятен, потрясающий. Да и в целом, как обычно... Да и в целом, как всегда. В целом, как обычно, он в себе не изменяет. Вот. Ну, и я могу подытожить следующий момент, потому что Саше уже есть, слава богу, 20 лет, поэтому мы пойдём пить вместе с вами. Всем пока! Пока! Пока!